Ситуация с коронавирусом в столице меняется. За последнюю неделю доли больных, у которых заболевание протекает без симптомов, существенно увеличилось. Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун пояснил, что сейчас число случаев заражения растет в основном из-за инфицированных без симптомов. В Москве за сутки делают около 18 тысяч тестов. Если недели назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60%, пояснил медик в программе «Время» на Первом канале. За сутки в столице скончалось 28 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Возраст жертв заболевания составил от 30 до 93 лет. В Москве за все время умерли 176 пациентов с COVID-19. Академик Ран Сергей Недоспасов высказался о второй волне эпидемии. Он подчеркнул, что эта волна окажется слабее первой. Специалист уверен, что у большинства людей сформируется иммунитет. Через этот коллективный эффект будет защищен даже тот человек, у которого нет иммунитета, слишком мала вероятность встретиться с вирусом, поделился Сергей в интервью парламентской газете. Заразившийся коронавирусом депутат Масабудума ушел из жизни. Инфекцию выявили у звезды фильма «Союз спасения». А Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19.